Несмотря на то, что задача препода не только вести учебный процесс, но и следить за школьниками, ребятня порой забывает, что находится под чутким присмотром педагога, даже когда создаётся обманчивое впечатление свободы. «Посволь мне остаться? Можно? Можно? Ну хорошо, хорошо!» «Выметайся!» Комичных ситуаций с апсёрами Шкалатронов просто вагон и маленькая тележка. Добро пожаловать на Теллблокнет, и сегодня ты увидишь, как учителя застукивали в самый неподходящий момент. Начнём с классики, ведь её знать надо. Интересно, учила моторчик после такого поворота не встал? Он вполне мог стать единственным мотоциклистом, который умер не из-за аварии. Самообладанию этого чувака можно только позавидовать. Вот что значит спортсмен. Заметил, что его заметила училка, но подход окончил. Жаль, что мы не увидели, чем тут закончилось упражнение. А вот Эд Баршни упражнения явно не любит. Она смылась физры, чтобы записать тикток, но преподши её спалила. Интересно, физручка выписала прогольщица с 1500 приседаний. Здесь вообще про спорт речи не идёт. Чувиху спалили с вейпом в параше. Это ещё можно сказать прилично. А оборзевшая малышня парит даже на уроках. Оформляю документы и передаю в опеку. Что будет дальше? Собирайся, брат, ты едешь в детдом. А вот этому молодому человеку вполне могли пригрозить детской комнатой милиции. Интересно, задница у преподши дымилась так же сильно? Если дымовуху ещё хоть как-то можно объяснить, то на кой чёрт бросать телефон через весь класс? Три, два, три, раз, два, три. Посмотрел на этих гитаристов и вспомнил нас колонкой, когда мы с пацанами во время перемен врубали музыкальный центр. Обидно должно быть, когда творчество не ценят. Выглядит несколько кринжово, но не так, как когда пилингует запись роликов для тиктока и лайки. Вместо этого лучше подрубить на школьном теле кисвинку Пепу. Главное тоже не погореть. Когда палят девочек, это почти всегда угар, потому что они только с виду такие безобидные, а на самом деле... Я бы на месте училки не удержался и кинул бы девке в копилку монетку. Уж больно и сильно у неё сползли штаны. Мы, кстати, так проучивали тех, кто отказывался носить ремень и светил пятой точкой. Один из самых жёстких способов спалиться – это погореть на пародии на преподавателя. Так, здравствуйте, дорогие наши дети. Сегодня у нас урок физики. Здравствуйте, учитесь! Рот закрой, идиот. Так, все сюда. Сейчас мы будем рисовать у него пентаграмм. Ох, жаль, что концовка получилась неполная. Ну ничего, вот тебе такой заряд адреналина. Это Катя, это Лена, это Артур, это Галя. Это училка, а мне спалили. А тут, на удивление, обошлось без адреналина. Наоборот, преподша ещё и покривлялась на камеру. Это значит, я... Смотри на этих беззаботных девочек, которые репетируют танец конкурсу в коридоре. Суперский танец. Они не знали, что спустя минуту произойдёт страшное. Походу, Чел не смотрел знаменитое видео с факом. И не в курсе, что в классе этот жест лучше не показывать. Богдан ещё легко отделался, можно сказать. Интересно, как всё закончилось тут? Потому что в конце наверняка был задан вопрос. А чем это пахнет? Жаль, ролик обрывается. Пацан, если ты не понял, в классе додумался поджечь петарду. Просто сверхразум. А здесь, видимо, училка конкретно разозлилась из-за того, что её секретную методику кто-то додумался писать на видео. Ну ничего страшного, давай. Кто-нибудь далеко ушла? Идёт снимается. Давай. Удаляй. Да, давай, давай. Чего он делал? Я тебе дам, убирай. Может, и не увидела бы, если бы кто-то слишком умный не трындел бы на весь класс. За приметив занятия этих ребят на перемене, преподавательница наверняка осознала, что учит сверхразумов. Впрочем, настоящий сверхразум запечатлён на этом видео. Хотя нет, я нашёл самого одарённого. Того, кто осуществил школьную мечту каждого пацана и установил кайс на комп из класса информатики. Почтаю в школе кайс 10-6. Я посадила, чтобы вы смеялись. Он пал смертью храбрых. Что ты делаешь? Что? Прежде чем закончить сегодняшний видос, хочется вспомнить ещё один легендарный момент. Сначала бегай, там, кручись, тут. Стекло не попадите. Учитывая везение этого парня, не удивлюсь, что где-то за углом стоял препод, который отвесил ему люлей. Ну а тебя застукивали учителя за чем-то максимально неожиданным. О, гимно, перепрошую. Перепрошуешь за что? Наш батько, как же у нас не соромитесь, наши ху**и. Особливо, головы не такие велетенские. Делись своим опытом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть наши новые видео. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и канал в Телеграме, ведь там мы регулярно вместе общаемся и проводим опросы по новым темам. Субтитры создавал DimaTorzok